Инициатором акции «С миру по листочку» была мать Анастасия, в миру Ирина Романова. Ирина Владимировна много лет посвятила служению людям, помогала при Центре Милосердия. Стояла у истоков создания волонтерского центра «Радость моя». Уже пять лет ее нет с нами, но дело ее продолжает жить. Если мы начинали с помощью только первоклассникам, то сейчас уже к нам присоединяются все новые и новые люди, помощники, и акция ширится, и мы уже помогаем ребятам всех возрастов. В эту акцию вовлечены многие городские структуры. Помимо мира в организации занятые управления социальной защитой вместе с теплым домом и молодежный центр, и православный волонтерский центр. Об этой акции, наверное, знают все горожане. Основная наша задача, чтобы в каждый дом пришла радость, когда готовишь ребенка в школу. Чтобы это не было озабоченностью, как его собрать, где найти средства. Нужно помочь родителям, создать атмосферу праздника и радости. Конечно, самую активную часть в благотворительной акции принимают неравнодушные горожане. На их пожертвования и закупают подарки, канцелярские принадлежности и портфели для тех детей, чьи семьи не могут сами собрать их в школу. В этом году помощь пойдет тем семьям, которые больше всего в ней нуждаются. Всего с «Миру по листочку-2022» охватит более 300 школьников. В этом году акцент на получение канцтоваров мы делаем именно, чтобы помочь семьям, которые находятся в трудной жизненной ситуации. Если вы у нас еще до сих пор не состоите в управлении соцзащиты на учете, у вас еще есть время подойти к нам. Мы обязательно выслушаем вашу ситуацию. Если вы считаете, что вы не можете сами детям собрать портфель, либо купить канцтовары, то мы, выслушавшись вашу ситуацию, обязательно включим вас в список, и вы придете, получите на акции «СМиру по листочку». Эта акция – один из главных социальных проектов нашего города. Ее адресаты в основном семьи и дети, которые находятся под опекой специалистов «Теплого дома». «СМиру по листочку» реальная и ощутимая помощь. Сотрудники «Теплого дома» тоже вносят посильный вклад в организацию акции, формируют списки, собирают пожертвования как волонтеры. «Семьи ждут эту акцию, сами заявляют, спрашивают о том, будет ли она в этом году. На протяжении многих лет мы помогаем детям школьной формы, то есть не только канцелярскими перенадлежностями в рамках этой акции. То есть это разная помощь». Собирать пожертвования волонтеры будут в крупных торговых центрах города три недели по пятницам и субботам. Начнут 5 августа. Заключительный день сбора – 20 августа. Кроме того, перевести деньги можно будет по QR-коду, которые разместят в официальных саровских группах в соцсетях. А 28 августа подарки детям вручат в торжественной обстановке на празднике в Центре Милосердия. «Это наше желание – приучать детей жить в таком мире, где люди помогают друг другу. Поэтому принимайте активное участие, приходите в торговые центры, жертвуйте по QR-кодам, просто распространяйте информацию об этой акции. Это тоже будет помощь». Екатерина Пёнова, Андрей Махмудов, Сергей Рябов. Служба новостей, Саров, 24.